Вот эта вот трещина сквозная, она идёт до самого верха туда и до самого низа. Ну вот это когда топило бежало, вот здесь побелело, видно, а дальше-то всё заклеено. Это дом на улице с красивым названием «Набережная». Его история началась в 1960 году. Здание, по официальной информации, построили на русле реки Читы. Уже в 70-х началась борьба за признание его аварийным. Как рассказала жительница дома, документов об этом в архиве почему-то не оказалось. Хотя живые свидетели этому имеются. А аварийным признан с какого года? Ну вообще первый раз был признан в 77-м году аварийным, но все документы исчезли. То есть я когда ходила, ну не только я, мы ходили в прокуратуру с жителями, да, и я в 16-м году у них же брала документы об аварийности нашего дома. Но потом прокурор, которая занималась этим делом, ушла в декретный отпуск. И вот она вышла буквально в прошлом, по-моему, или в этом, или в прошлом году. В общем, тогда, когда была папа, в 16-м году вот такая была папка по нашему дому. Сейчас что-то там совсем мало документов. В общем, видимо, их дербанили, проверяли и всё порастеряли, я так понимаю. А всё, что она говорит, ну закажем типа с архива, всё узнаем. Я говорю, да нету там ничего в архивах, потому что соседка ходила, узнавала, ничего не нашла. То есть всё куда-то исчезло. И она говорит, да нет, не может быть, никто с архивов убирать, но документы не будет уничтожать. Ну заказала она с архивов, вот прислала ответ, нету там ничего. Документы из архива исчезли, но остались на руках у жильцов. У них есть подтверждение и за 77-й, и за 90-й. Со времён Советского Союза в доме находится пара активистов, которые не прекращают борьбу с бумажной волокитой. Сейчас жильцы продолжают доказывать непригодность здания уже через суд. А в доме всё по-прежнему. Крошатся стены и падают блоки. Вот пришлось брать кредит, всё ремонтировать, делать. А потом после этого упала стена, рухнула. Но не после ремонта, в общем, ещё до ремонта она упала. И как она упала? Ну, она просто затрещала, затрещала и всё, и рухнула. Вот. И всё, я вызвала строителей. После падения стены в квартире начали понемногу выпадать блоки. Разрушения появились по всему дому. Жильцы боятся здесь находиться. Каждую ночь они слышат, как дом буквально трещит по швам. Спать ложишься и думаешь, упадёт на тебя потолок ночи или нет. Вот. Ну и вообще, как бы, несколько лет назад я уже начала слышать ночами, когда спишь, очень слышно, как в стенах высыпаются вот эти вот куски блоков прям, сыпятся. Ну вот с несущих стен. Особенно это слышно на кухне. И вот там лишь подъездная стена, которая в тот подъезд идёт. И вот в ней. Ну вот эти стены очень сильно разрушаются. К соседям у меня была дыра насквозь в кладовой. Эту квартиру посещала не одна стихия. Здесь был и потоп, и пожар. Женщина несколько раз за год сушила жильё от кипятка и от дождя со снегом. Поднявшись на крышу, можно увидеть синее небо, солнечный свет и развалившиеся на куски перегородки. Система отопления, которая затопила одну из квартир, начала гнить. Некоторые жильцы не дождались решения суда и покинули свои квартиры. Вот со второй квартиры она в Могочу уехала. Сейчас живёт там, вот я с неё там прошу. Она боится там жить. Тогда они уехали ещё, ребёнок был небольшой. Они, мы говорили, там невозможно, там страшно. У них действительно, вот сейчас посмотрите, там кошмар какой-то. Жильцы покинули квартиру с новым ремонтом и мебелью. Оставаться там действительно опасно. Батареи начали протекать. Их отремонтировали подручным способом. Под полом есть небольшое хранилище, а точнее, земля почти без фундамента. По информации жителей, бывший ситименеджер Читы Александр Сапожников занимался домом на набережной и просил у губернатора на расселение около 62 миллионов рублей. Ответ они получили. Сейчас по дому идут судебные разбирательства. На первом заседании жильцам было отказано в проведении экспертизы за счёт администрации. Ответчиком выступают все ответственные должностные лица. А люди ждут новых квартир, если до этого дом не сложится пополам. Анастасия Раевская, Ирина Тимофеева, ЗАП-ТВ